На урочистом митингу, каля мемориала «Вечный огонь», керуньки в области и города, ветераны, представленники громадских объединений. Для шматка госприсутных это не просто агульонациональное свято. Некто служил во Узбройных силах ранее, некто заявляется военнослужащим зараз. 77-годовая Валентина Ляшчинская на митинг пришла с фотосдымком своего батьки. В 41-м его призвали в Червоную армию, и это была отдельная информация, которую ведали родные. Амель, 70-ти годов, знайсти документы близким человеку спробувала я годочка и уречте досягнула своей миты. Документы у меня, младший политруб Костюченко Михаил Прокофьевич, политруб стрелковой роты, погиб без власти в 41-м. Нашли документы. Я прошу музей Великой Отечественной войны поместить мне фотографии туда и документы сканированные. Великая Отечественная война была, бодай, самым значным обопробованием для Узбройных сил. Сержанты тех, кто принял 1-й удар немецкой армии, бойцы белорусской, тогда заходной военной округи. Сегодня по подвигу червонармейцев нагадывают сотни помников и монументов, которые установлены в городах и вёстках Гомельской области, прозвищами героев, названные в улице. Хоть казались сегодня не только минулым, выстава военной техники завсюда выкликает интерес у гомельчан. Тут нема новых и поколящих секретных распроцовок, а лей тое, что находится на плясовке искравое подтверждение. Белорусская армия – гарант стабильности и суверенитету державы. Не обошлось одаречен, а в этот раз и без традиционной солдатской каши, якая за счеток рассталась особливой популярностью у гомельчан. По великим прохунку, это так само свой особливый символ армии, история якого наличия не одной десяти годзе. Солдатская каша, на этот раз двух видов – гречневая и ячная. Обо двух выпадках внутри так само морковь, тушенка и аллей. Отмовиться от такой ежи просто немогчимо. На выставе, якая разгорнулась в областном громадском культурном центре, уся 100-годовая история Узбройных сил. Декрет Совета народных комиссаров о творении Червоной армии был подписан 15-го студене 1918 года. 23 лютого – это дата, когда армия спиняла наступление кайзеровских войск. На праканце 1918-го были утворены Минская, а потом заходние военные округи. В 1926-м округа начала называться Белорусской. В той час на гомельчане побывали многие ведомые военные начальники. Проходил службу в 1923 году в деревне Сырот. Будучи маршал победы Георгий Константинович Жуков, командовал кавалерийским эскадроном. Дальше у нас комдив Гай служил. Здесь 7-я кавалерийская дивизия стояла в Гомеле. Тарновский-Тарлецкий возглавлял 6-ю чангарскую кавалерийскую дивизию, которую в свое время брала Крым в 1920 году. Она была перегислоцирована сюда. По долгу службы неоднократно бывал Семен Михайлович Буденый. Урочистый сход – еще одна подстава накатать историю белорусских узбройных сил и назвать имены тех, кто воевал под час великой очины и выполнил интернациональный долг в Афганистане. Сегодня у Беларуси створена компактная мобильная боездольная армия, которая, отповедая усим потребованиям часу, и заявляется гарантом военной безпеки державы. Официйная урочистость у Гомеле завершается уручением областному военкомату сертификата областного выконавчика комитета на 50 тысяч рублей для развития материально-техничной базы комиссариата. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, телерайду компания «Гомель».